Ни одно поколение детишек любило заглядывать в окна Слободской кондитерской фабрики. Вдыхало аромат печенья и вафель, разносившиеся далеко окрест. Пыталось разглядеть, какой же путь совершают сладости на фабричных конвейерах. 18 октября кондитерскому производству в Слободском исполнилось 85 лет. А 20 октября страна отметила День работника пищевой промышленности. Такой вот двойной праздник у людей, которые делают жизнь других вкусной. На нашем предприятии трудится порядка 460 человек. То есть мы в течение пяти лет у нас людей увеличилось, наверное, человек на 80. Также у нас увеличились объемы производства. А так мы являемся одним из крупнейших предприятий города Слободского. Фабрика начала свою работу еще до Великой Отечественной войны. Производство называлось «Артель-пищевик». В 1939 году заработали два цеха – макаронный и кондитерский. Тогда слобожане вырабатывали вручную до 10 тонн макаронных изделий в месяц. В годы войны всю продукцию отправляли в госпитали. Время шло, менялись ассортимент, технологии, люди. Однако по-прежнему здесь стремились производить вкусные изделия. Кондитерская фабрика прочно заняла свое место в истории города Слободского. Совсем скоро, буквально через пару недель, мы откроем обновленный городской парк, который практически рядом с этим Домом культуры, где появилась новая мемориальная зона. И один из пилонов, на которых есть информация о подвиге Слобожа в тылу в годы Великой Отечественной войны, посвящен вашей фабрике. Без вашей фабрики не было бы той победы. И я уверена, что новая, ближайшая победа тоже будет с вашим участием. Благодарю вас за инициативу. И после длительного перерыва в городе возобновились соревнования среди предприятий города. От вас была инициатива организовать соревнования по волейболу. Елена Морешова устроилась на фабрику в трудные 90-е. В итоге уже 30 лет трудится на одном предприятии. Укладывала печенье. В данный момент работаю главным технологом. Главный технолог занимается контролем качества продукции, разработкой новых видов, внедрением их в производство. Наталья Копанева отработала на фабрике 42 года. Видела все – и взлеты, и падения, и развитие предприятия. Фабрика – это моя жизнь. Работа была очень сладкая. Очень-очень. Тут и печеньки разных сортов, тут и птичье молоко, и мармелад, и какао-порошок. Ой, в общем, все-все-все-все. Было очень сладкое. Но трудно и интересно. Нас, ветеранов, не забывают. На День пожилого человека, 9 мая, всегда чествуют. Юбилейные даты отмечают и приглашают. И поэтому у нас общение-то не прерывается. Сотрудники и ветераны кондитерской фабрики принимают поздравления. Лучшим вручают награды. В подарок всем собравшимся – творческие номера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова